Добрый вечер, в прямом эфире новости ТВК. Меня зовут Илья Зайца. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных на наш взгляд событиях сегодняшнего дня. И мы начинаем. Около полутора часов пробки из-за нескольких мелких аварий. Сегодня утром жители правого берега попали в многокилометровый затор. Причина – сразу пять ДТП на коммунальном мосту и на подъездах к нему. Пассажиры автобусов шли пешком, водители объезжали аварии по встречке, из-за чего пробка образовалась и в сторону правого берега. Сотрудники дорожной полиции говорят, выехали на аварии так быстро, как смогли, учитывая заторы на подъездах к мосту. При этом полицейские отмечают, часть водителей обязаны были сами убрать автомобиль и оформить ДТП на месте. Но автовладельцы заявляли инспекторам, не могут договориться и каждый не считает себя виновным. Свободнее на коммунальном и предмостной стало только ближе к полудню. Пьяный на рейс. Сегодня сотрудники дорожной полиции задержали водителя 49-го городского маршрута. Он перевозил пассажиров, при этом был в состоянии алкогольного опьянения. Задержали его во время традиционного рейда. Прибор показал в крови мужчины 0,33 промилле. Это, по словам инспекторов, примерно бутылка пива или стакан водки. Теперь в департаменте транспорта будут выяснять, как в таком состоянии водитель вышел на маршрут и перевозил пассажиров, которые, к слову, даже не догадывались, что их водитель пьян. Она ехала от дочери домой и оказалась в реанимации. Пострадавшая в аварии по Дачинскому пришла в себя и проходит лечение. Напомню, 3 августа на трассе М-53 бензовоз столкнулся с пассажирским автобусом. В салоне было 17 человек. В Ачинскую больницу были госпитализированы двое. Татьяна Дубрицкая пострадала сильнее остальных. Удар пришелся в ее сторону. В итоге перелом пяти ребер, травма лица и ушибы внутренних органов. Стекла до сих пор вытаскивают из ран. Сегодня женщина обратилась в новости ТВК. Она говорит, с ней и близкими никто не пытался даже выйти на связь. Они будто забыли. Женщина задается вопросом, а кто понесет ответственность за случившееся? Ведь Красноярка чудом осталась жива. Пока Татьяна Дубрицкая по-прежнему находится в Ачинской больнице. Пострадавшая рассказывает, начались осложнения с легкими и сердцем. Вдали от дома в палате за ней ухаживает ее дочь. Медздраве новости ТВК заверили. Уже завтра пациентку переведут в Красноярскую краевую больницу. Передвигаться пока я могу только поднявшись вот за эту трубочку и немножко покачивая себя в бок вправо. Левая рука у меня сломала ребро. Многочисленные уши на руках, на лице травму, которую зашили. Так, сказали, надо было сделать пластику. Ломано пять ребер, которые я не могу вам показать. Они на рентгеновском снимке. Водитель междугородного автобуса Кызыл-Красноярск при трагедии работал четыре рейса почти без отдыха. Об этом сегодня со ссылкой на руководство Сибирского управления Ространснадзора сообщает агентство ТАСС. Напомним, трагедия произошла 9 июля на 143-м километре автодороги М-54 Енисей. Автобус Хюндай, принадлежащий компании Автоколонна 1967, допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Мерседес, который следовал из леса Сибирска в Шушенское. В результате погибли 11 человек, 9 попали в больницы. Второй участник ДТП водитель Мерседеса вообще не имел права перевозить пассажиров. Микроавтобус был кустарно переделан из грузового фургона. Окончательного ответа, кто же был виновником ДТП, у следователей пока нет. Пострадали только машины на улице Мечникова. Дерево упало прямо на проезжую часть. Все произошло около трех часов дня. Жители близлежащих домов услышали громкий треск и выглянули на улицу. Как раз в этот момент пятиметровый ствол рухнул на оживленную проезжую часть. Как говорят очевидцы, все обошлось без пострадавших, только благодаря реакции водителей. Одна машина иномарка успела увеличить скорость, а второй Волге удалось затормозить. Правда, без небольших повреждений последней машины все же не обошлось. Был поврежден капот, добавляют жители. Но при этом водитель отечественного автомобиля уехал с места происшествия самостоятельно. Взрослый смог просидеть в закрытой машине на солнцепеке только 8 минут. Необычный эксперимент провели в соседней республике Хакасия. Сотрудники ГИБДД вместе с коллегами-журналистами и добровольцами пытались выяснить, сколько времени в душном автомобиле сможет просидеть взрослый человек. Итог такой. Максимум 8 минут. Остальные выдерживали только 2-3 минуты. Поводом для такого эксперимента стали участившиеся случаи оставления детей в салоне автомобиля на парковках или во дворах. В нашем городе, я напомню, этим летом подобное происходило уже дважды. Оба раза родители уходили за покупками и оставляли малышей в машине в 30-ти градусную жару. Выбраться из душного салона детям помогали прохожие, разбивали стекла. А родители были больше обеспокоены ремонтом автомобиля, чем состоянием своих малышей. Добавлю. За оставление детей в опасности грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы до одного года. Уполномоченный по правам детей Павел Астахов предлагает еще и лишать за это родительских прав. И завершая тему происшествия, взорвал банкомат, не смог его открыть и скрылся с места преступления. На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в одном из отделений Сбербанка местные жители прошлой ночью услышали громкий хлопок. На место люди вызвали полицию и рассказали новостям ТВК о том, что в отделении якобы произошел взрыв. Нашей съемочной группе удалось снять момент транспортировки поврежденного банкомата. На нем видны следы взлома и гари. Информацию о попытке кражи подтвердили и в пресс-службе Сбербанка, и в городской полиции. Последние рассказали, деньги злоумышленники достать не смогли. Их сейчас разыскивают оперативники. Они же установят, какие методы применял подозреваемый. Сейчас установлено, что действительно неизвестный гражданин произвел выстрел из неустановленного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Сейчас по данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Ведется расследование. 45 секунд рекламы, а сразу после дела Андрея Лапицкого передано в суд. А также отопительный сезон, чего ждать красноярцам и почему представители жилфонда говорят о возможном банкротстве предприятия. Не переключайте. Это новости ТВК, и мы продолжаем. 25 глав районов и городов нашего края практически одномоментно и без объяснения причин ушли в отставку. В итоге 22 из них вновь назначены на свои места. По новой схеме прежними местными советами депутатов. Все потому, что в сентябре эти советы будут переизбирать, и результаты выборов, говорят, непредсказуемы. Подробности в репортаже Захара Письменных. Это все больше и больше вырождение института выборов. Но оно вырождение на уровне местного самоуправления. Избранный депутат горсовета и политтехнолог Сергей Толмачев уверен, что демократия в районах края умирает на глазах. И причина тому новый краевой закон. Теперь глав районов и городов выбирают депутаты местных советов из кандидатов, которые предоставляют специальная комиссия. Толмачев предполагает, что результаты предстоящих выборов местные советы непредсказуемы. Получит ли Единая Россия большинство, тоже неизвестно. Поэтому глав районов и городов решили переназначить до выборов оптом. Многие главы решили просто воспользоваться этим законом. То есть те главы, которые считают, что у них все хорошо, и которые обладают кредитом доверия со стороны губернатора Красноярского края, они просто воспользовались этим законом. Ничего в этом, честно говоря, не экстраординарного, не сногсшибательного нет. Губернаторы так многие делают, да, вы знаете, когда они уходят в отставку и идут на выборы. Всего в сентябре в разных районах края будет избрано почти 5000 депутатов. Почти на все места претендуют и представители Единой России. Несмотря на такую активность, перед началом кампании более половины глав городов, ряда районов Красноярского края внезапно и почти одновременно подали заявление о досрочной отставке. При этом предпосылок для таких поступков не было. Они не заявляют о том, что подвели руководство края или население, не говорят о правонепригодности. Просто им важно быть назначенными именно сейчас составом действующего совета, где у Единой России еще есть большинство, говорят политологи. Глава Каннска Надежда Качан в интервью нашим коллегам с портала Красньюз заявила об этом прямо. Это схема обновления власти со старым депутатским корпусом. Было принято решение моей отставки. Я буду подавать заявление, чтобы принять участие в конкурсе по новой модели избрания главы города. Если одержу победу, то моя кандидатура, а также предложенные комиссии кандидатуры, представят на рассмотрение депутатам городского совета. Они должны будут принять решение, кто станет главой города. Насколько мне известно, в Красноярском крае главы нескольких территорий уже подали в отставку в Ачинском, Дзержинском, Тосеевском и других районах. Из 25 городов и районов, где в июле уже прошла новая процедура назначения глав, 22 переизбрали действующих начальников. Яркий пример тому, к чему приводит новая система выборы главы в Шушенском районе. Там на свое место вновь был назначен осужденный и амнистированный Анатолий Керзик, который за бюджетные деньги купил себе у родин Столыпина. Отставки в руководстве края никак не связывают с предстоящими выборами в районные и городские советы. Там уверены, что выборы пройдут удачно для единой России. Давайте дождемся непосредственно процедуры голосования 13 сентября. И, что называется, вскрытие покажет, посмотрим, какие будут итоги. Не думаю, что каким-то образом существенно изменится политический расклад. Убежден, что в Советах будут представлены разные политические силы, как это и было в предыдущую кампанию муниципальную. И наши парламентские партии, я думаю, по большинству территорий смогут сформировать свои фракции. Но, тем не менее, убежден, что большинство во всех Советах депутатов, скорее всего, сохранит партия «Единая Россия». Выборы состоятся уже 13 сентября. Осенью же должна решиться и судьба прямых выборов в Красноярске. Пока все идет к тому, что в нашем городе главу будут также назначать специальная комиссия. Это значит, что Красноярцы могут оказаться на месте, например, жителей Шушенского района и жить с мэром с темным прошлым, но одобренным представителями партии. Или же, переназначив по всему краю нужных руководителей, прямые выборы могут и вернуть. Законы в нашей стране меняются быстро. Захар Письменных, Николай Чистяков, Новости ТВК. Дело Андрея Лапицкого направили в Кировский районный суд. В течение недели будет определено, какой судья будет рассматривать уголовное дело бывшего высокопоставленного городского чиновника и когда. Напомню, Андрей Лапицкого обвиняют в незаконном предпринимательстве. По данным следствия, 4 года назад Красноярский граждан проект без действующей лицензии разрабатывал план реставрации театра Пушкина. И, как полагает следствие, Лапицкий знал, что такие работы он проводить не может. Более того, речь идет и о золотом парашюте. Так, по мнению следствия, используя служебное положение, обвиняемый присвоил имущество предприятия на сумму более 1 миллиона рублей, что считается крупным размером. Максимальное наказание, которое может грозить Лапицкому, 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. А тем временем поступает сообщение, что строители домов для погорельцев в Хакасии массово бегут со своих объектов. Кто-то пытается добраться до дома пешком или автостопом. У рабочих попросту нет денег на билет на автобус. Зарплату, говорят, не выплачивают. В новости ТВК обратились рабочие, возводившие дома в населенных пунктах Фыркала и Шира. Они трудились на подрядчика, компанию «Виктория», но вместо денег рабочие получали лишь угрозы физической расправы. Мы связались с сотрудниками, все они не хотят называть свои фамилии, потому что опасаются за свою жизнь. Фирма называется «Трио Виктория». Они не устраивают, не привозят трудовые договора, ничего не привозят. Ушло на той неделе Шира, ушло 40 человек. Позавчера ушло 9 человек пешком. Узнали, что я в новости позвонил. И, короче, мне вот эти уголовники какие-то приехали, начали угрожать. Обстановка наша Рана каленная. То есть деньги не платят никому, кидают. Я валю отсюда, я валю отсюда, потому что мне угрожает физическая расправа здесь. Напомню, последний визит с инспекцией по этим объектам Владимир Путин совершал в конце июня. Тогда президент России поручил завершить строительство всех домов 25 августа. По мнению самих рабочих, это поручение под угрозой срыва. Банкротство жилфонда вполне реально. В таком случае тарифы за коммунальные услуги могут вырасти чуть ли не в два раза. Сегодня в городском совете прошло совещание по поводу возможного срыва отопительного сезона. Как идет подготовка к зиме и какие районы могут остаться без тепла. Репортаж Дарьи Тарасенко. На мой взгляд, это вообще просто попытка вмешать администрацию города в спор хозяйствующих субъектов. И выглядит оно совершенно откровенно, как ультиматум. Насколько сложная ситуация, сегодня депутаты горсовета должны были выяснить на комиссии. Но необходимого числа депутатов не было, поэтому встречу окрестили рабочим совещанием. Правда, некоторые народные избранники посчитали это пустой тратой времени и демонстративно ушли. Между тем, остальные важный для города вопрос решили все-таки обсудить. До начала отопительного сезона осталось всего чуть больше месяца. Первыми выступают представители города и отчитываются. Все в порядке. Сказать о том, что на сегодняшний день действительно существует угроза какая-то срыва отопительного сезона, действительно это преждевременно. Обозначить великую обеспокоенность на сегодня невозможно. Есть затруднения, но будем говорить о том, что никогда не существовало, наверное, такой резкой практики ареста счетов. По последней информации, сейчас арестованы счета только одной управляющей компании – Жилбытсервис. В Жилфонде уверяют, делают все, что могут. За месяц перечислили СГК в два с половиной раза больше, чем обычно. Почти все деньги идут на погашение долга. Между тем, руководство компании в открытую заявляет – банкротство вполне возможно. В банкротство компании Жилфонд вполне возможно. Это может привести к тому, что мы приложим максимум усилий, чтобы Жилфонд удержать, но старый Жилфонд удержать никто не будет. Невозможно собрать все деньги с населения. У людей нельзя по суду забрать последнюю вещь. Хороший телевизор, хорошую машину, квартиру и так далее и тому подобное. Люди живут годами и ни за что не платят. Коммунальщики говорят, чтобы выжить, поднимать тариф необходимо. Жилищная услуга по их расчетам должна стоить не 24 рубля, а все 40. И такая перспектива, скорее всего, ждет красноярцев, если Жилфонд признают банкротом. А перед этим еще нужно пережить зиму. Логика простая. Жилфонд перечисляет все деньги СГК. На оплату услуг других компаний средств нет. Нет, судя по всему, денег и у компании Краском. И она не платит, например, котельной РТК, которая отапливает микрорайон Солнечный. У нас на текущий момент 2 месяца задолженность по заработной плате. Это порядка 16 миллионов. У нас порядка 5 миллионов задолженность за уголь. У нас порядка 12 или 14 миллионов задолженности по налогам. Мы не платим за ремонты, мы не платим энергетикам, мы не платим солярку. То есть фактически сотрудники предприятия совершают гражданский подвиг. Депутаты называют ситуацию с банкротством Жилфонда ультиматумом и предполагают, что это такой способ надавить на власть в вопросе принятия схемы теплоснабжения. Мол, конфликт обострился сразу же после того, как схему отправили на доработку. Добавлю, что согласно документу, который предлагает СГК, отапливать город будут только ТЭЦ. Все малые котельные следует закрыть. Со схемой теплоснабжения никак это не связано. Единственное желание СГК – получить оплату за уже поставленную тепловую энергию. Почему мы перешли к таким радикальным мерам, как иски о банкротстве? Потому что с начала года задолженность Жилфонда за уже потребленную тепловую энергию выросла в два раза. Спор двух, трех или четырех компаний. Или не спор, а обычная работа. Но в прокуратуре, говорят, угроза срыва отопительного сезона остается. Данная ситуация, мы полагаем, что, возможно, может привести к возникновению угрозы при подготовке к отопительному периоду, конечно же. Статья 10 у нас Гражданского кодекса говорит о том, что субъекты должны действовать все-таки разумно. Правда, как оценить разумность, прокуратура не пояснила. Хотя очевидно, что власти города и края вынуждены будут сделать все, чтобы отопительный сезон начался. Ведь его срыв приведет к реальной перспективе возбуждения уголовных дел и отставок. И эта перспектива куда реальнее, чем распуск городского совета, который обсуждают последний месяц. Дарья Тарасенко, Николай Чистяков. Новости ТВК. И сегодня ситуация с отопительным сезоном. Новости ТВК прокомментировал председатель законодательного собрания края Александр Русс. По его мнению, ответственность за развитие событий лежит не на бизнесменах. Самая сложная в этом деле, простая вещь. Это человеческий фактор, организационный потенциал руководства города. Одна минута 44 секунды рекламы. А сразу после детские лагеря проверил Роспотребнадзор. Итоги неутешительные. А также уничтожение продуктов в прямом эфире. В России начали уничтожать так называемую запрещенку. Зачем? Узнаем после рекламы. Мы продолжаем. С сегодняшнего дня начал действовать указ президента России об уничтожении санкционных продуктов, возимых на территорию страны. Федеральные телеканалы показывают это в прямом эфире, отмечая, что качество и место производства продуктов неизвестно. Так, под трактор в прямом эфире отправили 10 тонн сыра в Белгородской области. Продукт был завезен без маркировки. В том числе на упаковке не было адреса производителя. Поэтому специалисты посчитали, товар, наверное, прибыл из Евросоюза. Эксперты говорят, это только начало. Способ уничтожения санкционки будет выбираться на усмотрение таможенной службы. Например, в Самаре 114 тонн свинины отправили в печь. А на Дальнем Востоке продукты предложили смешивать с землей, чтобы их невозможно было после употреблять в пищу. Почти тонны непригодного мяса в Красноярске. Это данные, которые сегодня приводят сотрудники Росельхознадзора. Специалисты провели рейды по рынкам и торговым точкам Краевого центра. Выяснилось, 900 килограммов продукции не соответствовали ветеринарным требованиям. 250 килограммов было уничтожено по результатам экспертизы. На недобросовестных продавцов было заведено 49 административных дел. Проведен анализ лабораторных исследований данной продукции, результаты которых показали, что в продукции выявляются бактерии группы кишечной палочки. Это показатель неудовлетворительной свежести мяса и также значительное превышение количества микробного числа. Массовая проверка мяса проходит из-за широкого распространения вируса африканской чумы среди свиней. Только в июне 2015 года зафиксирована 21 вспышка заболеваний животных в разных регионах России. В нашем крае случаи пока не зарегистрированы, но исключать появление чумы в нашем регионе не стоит. Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля Рамиль Байгудин пояснил, вирус не опасен для человека, однако может негативно сказаться на экономике страны. Больных животных приходится уничтожать, так как вакцины от вируса не существуют. Инфекция не безопасна, но вопрос в том, что у нас синаболическая отрасль может совсем прекратить свое существование, потому что методов лечения, методов профилактики данного заболевания на сегодняшний день нет. Только, соответственно, бескровным методом животное уничтожается, сжигается, все. То есть это достаточно большие, так скажем, экономические потери для страны, соответственно, и продукцию мы сами недополучим. Больше половины детских оздоровительных учреждений края грубо нарушают санитарные нормы. Такие выводы сделали специалисты Роспотребнадзора по результатам целого ряда плановых и внеплановых проверок. Нарушения обнаружены буквально во всем. Вода не соответствует нормам гигиены, отдыхающих зачастую кормят едой, которая просто не предназначена для детского питания или просто недокармливают. Готовые блюда не соответствуют нормам калорийности. Еще чаще нарушаются условия доставки и хранения продовольствия. 50 партий продуктов в ходе проверки сняли с реализации. Больше сотни учреждений получили штрафы на общую сумму почти в 700 тысяч рублей. Дополнительные маршруты до Крыма, который наш, а также почему в Красноярске могут значительно подражать цветы. Об этом в потребительских новостях. Партнер проекта – магазин автозапчастей «Метро» на Молоково, 14 и Высотный, 2. До Крыма отправляются дополнительные маршруты. И уже сегодня можно попасть в Феодосию, Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Ялту. Раньше пассажиров перевозили только до Керчи. Эти путешествия оформляются по единому билету. Напомню, этот проездной позволяет комбинировать несколько видов транспорта для перевозок. На поезде пассажиры могут проехать от любой станции до Анапы или Краснодара. После путешественники пересаживаются на автобусы и паромы и добираются до места назначения. В силу вступил закон об уничтожении запрещенных в России продуктов. Такими оказались некоторые фрукты, овощи, орехи, мясо и рыба из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Теперь все запрещенные товары должны быть утилизированы. Таков прямой указ президента. Исполнителями выступят таможенные службы, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Этот указ вызвал негодование пользователей интернета. По их мнению, запрещенные товары лучше раздать нуждающимся и отправить в детские дома. Соответствующую петицию подписало около 250 тысяч человек. Красноярские цветы могут подорожать в 2-3 раза. Такие прогнозы дают эксперты. Связывают они это с тем, что с 10 августа Россельхознадзор будет проверять каждую партию растений из Голландии перед ввозом в страну. Цветочная продукция оттуда, по мнению ведомства, стала представлять серьезную угрозу. Ужесточение требований, уверенные эксперты, также приведет к падению спроса на продукцию из этой страны. Помимо этого, все цветы, которые поступают из-за рубежа, привязаны к доллару. По мнению экспертов, большинство магазинов в ближайшее время поднимут цены на цветы. Вот природа заповедника стала бы бесценной, говорят, похожа на заповедники Аляски. Иностранная делегация оценила красноярскую природу и удивилась, как много людей ежедневно посещают наш заповедник. Сегодня специалисты 24 особо охраняемых природных территорий встретились на семинаре-практикуме. Обмен опытом и наблюдениями. Например, на Аляске 16 заповедников, рассказывают американские специалисты, содержатся за счет госбюджета. Ежегодно на них выделяют все больше средств. Для туристов вход свободный и бесплатный. В отдаленные территории можно добраться на лодке или на самолете, но при условии аренды туристического домика. На столбах же есть места и вовсе закрытые для туристов. Единственная, значит, как-то большой вопрос и большая разница между аляскинскими заповедниками и столбами, это, значит, вся территория каждого заповедника открыта для полного посещения. Да, на Аляске. А в столбах, значит, есть определенные зоны, которые, значит, не открыты для посещения. И обратная история. Директор Астраханского госзавоедника был удивлен посещаемостью столбу. У них природоохранную территорию можно посетить только по специальным пропускам. Не может быть ни одного человека, ни учтенного, и он не может войти никогда без разрешения. То есть территория очень жестко контролируется, очень жестко. И если кто-то зашел, это протокол, это штраф, штраф до 4 тысяч просто за нахождение на территории. И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет автоцентр «Южная Корея». Запчасти и ремонт корейских авто на «Шахтеров-31». Здравствуйте, я в студии Ирина Быкова. Итак, завтра, 7 августа, утром в нашем городе плюс 21, и синоптики обещают без осадков. Днем плюс 25, ожидаются дожди. Ночью температура воздуха опустится до 18 градусов со знаком «плюс». Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер слабый северо-восточного направления. А вот ночной грозовой дождь может быть с усилением ветра. В последующие дни погода также ненастная. И если 8 августа дневная температура воздуха достигнет максимума 27 градусов, то в последующие дни она опустится до 19-21. И это все о погоде. Удачи!